всем здравствуйте мы поехали в деревню кто с нами в путешествие это мы едем в районе зелаира до зелаира на протяжении примерно 40 километров вот такая картина была это было в двадцать втором году 30 сентября прошел ледяной дождь и все деревья которые не сбросили листву были вот так погнуты лежали на дороге сломанные деревья березки так жалко было они в ледяном панцире были если бы они сбросили листу то этого не произошло бы вот видите все деревья погнутые поломаны очень много валежника мы ехали утром а это наверно произошло или ночью или рано утром хорошо что деревья уже упали которые надломились было очень страшно ехать потому что в любой момент могло бы дерево упасть на нас слава богу это не произошло и где был ледяной лес там было страшно ехать останавливались даже большие грузы потому что наклонившиеся деревья преграждали путем мы вот кое-как проезжали легковые автомобили объезжаете деревья упавшие и нагнувшиеся со страхом я под видео оставлю ссылку если хотите можете посмотреть пройти по этой ссылке а сейчас мы приехали в зела ир пьем чай и едем дальше а здесь на спуске от зела ира мы остановились на смотровой площадке кстати и и раньше не было не было вот этой карты но в прошлом году по крайней мере мы ехали осенью этого не было здесь сделали заграждение на смотровой площадке посмотрите какой живописный вид это башкирия не доезжая и машинского водохранилища мы приехали в башкирию увидели как расцвела черемуха я не видела в городе не замечала может быть просто не встречала и и смотрите какая зелень как все позеленело все как красиво такая сочная сочная трава сейчас муж рвет несколько веточек машина положить чтобы запаха ворот черемухи погода стояла в тот день прекрасная а потом мы в оренбуржье приехали там такие ветра это что-то мы в этом месте очень редко остановимся потому что и когда едем всегда яркое яркое солнце на в этот день было пасмурно и можно было снимать очень хорошо все вышло все кадры муж вообще у меня не любитель остановок длинных и частых а в этот раз я его предупредил заранее говорю мне же надо своих зрителей порадовать такой красотой весенний посмотрите какие поляночки розовые розовые желтые желтые где-то встречаются где-то белые сиреневых очень мало мы встретили цветочков в одном месте только заметила а так в основном такие бывают розовые розовые нежные полянки прелесть просто вот здесь по-моему дикий миндаль цветет вот мы подъезжаем к имашлинскому водохранилищу летом или ранней осенью мы обычно здесь останавливаемся на перекус и и когда позволяет погода мы обязательно купаемся здесь прошлом году я впервые искупалась на пляже вот там где красная крыша да вот и много добавилось да будем что куда спускались вниз смотри как вода Фигуруют Так плохо, что здесь трех идёт Такой озер Ну, висит кузов так и умный В берегу была вода туда зашит Вот это дорога Да, здесь воды добавилось много Прилично И Машлинское водохранилище Даже беседку напротив затопило Смотрите, какая здесь скала красивая Всегда останавливаемся отдыхать здесь А там напротив миндаль декоративный Дикий растёт Розовенький кусти Вот он Розоватый Розоватый А я А тут ничего не вижу вообще. Обычно на противоположном берегу стоят палатки, одна-две-три штуки, и здесь живут туристы, вот для них сделали беседку, она затопилась, а это отель. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Помните, раньше на склонах гор было модно писать разные надписи, и вот здесь также написано 9 мая, День Победы, и Георгиевская лента. И вот мы подъехали к районному центру и Сангулова. Не так давно здесь открыли мемориальный комплекс такой, к Дню Победы. По дороге протекает речушка со смешным названием «Большой Ик». Её летом вообще не видно, но сейчас немножечко видно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну а теперь мы поворачиваем на Тюльган, это Оренбургская область. А это село Ивановка. Посмотрите, какие у них зелёные-зелёные поля, а зимая рожь или пшеница. Уже взошли шикарные просто. Мы сколько лет ездим, 30 лет, и вот только недавно заметили вот это озеро в Тюльгане, за Тюльганом. Субтитры делал DimaTorzok Вот мы и приехали в свою деревню, в Серёжино родную деревню. Ну а я не здесь родилась, он-то здесь родился, в Хадеевский, посёлок Хадеевский. Мои родители переехали сюда в 80-м году. Мы здесь с Сергеем поженились в 82-м году, 4 года прожили, и в 86-м году мы переехали в Магнитогорск. У нас переехала сразу три семьи, я отсюда уехала, и все в Магнитогорск. А вот и наш дом. Кстати, мы вот в этой квартире жили несколько лет, три года, а когда мы уехали сюда, в этот дом, переехали мои родители. А это моя старшая сестра. Мамы нет, а цветочки её цветут. Везде чистота и порядок в огородике. Это королевский рябчик, привезённый из Белоруссии. Он несколько лет не цвёл у неё, а в этом году, посмотрите, какая красота. Сколько я себя помню, у нас всегда в саду цвели цветы. Всегда. Астра много было. А это голубое озеро Незабудок. Когда мы приехали, с того дня ветра дует и дует, вообще бешеное просто. Сегодня особенно сильный ветер. Посмотрите, какие облака чудесные. Посмотрите, какое большое небо, огромное просто. Когда-то здесь был очень большой совхоз. Успешный, богатый. Было несколько отделений. А сейчас остаётся на центральном отделении совсем мало людей. В основном пенсионеры, старики. Детей очень мало. А это наш пруд. На котором в детстве рыбачил мой муж. В этом году полноводный. Посмотрите, очень много воды. Не как в прошлые годы. Я приезжала обычно к маме. Он намного меньше был весной. Надеюсь, в этом году пруд не пересохнет, как обычно. Обычно он такой мелкий-мелкий становится. Но в этом году больше воды, намного больше. Даже деревья, посмотрите, они в воде. Они всегда на суше стоят. А эту улицу называли в народе буршуйка. Потому что здесь жили все главные специалисты совхоза. А сейчас здесь осталось, наверное, половина дворов пустых уже. В остальных пока еще живут старики. А вся молодежь разъехалась по городам. Потому что дорог нету. Работы нету. Здесь буквально пару фермеров работает. Не скажу точно. Не буду врать. Несколько лет назад мама мне радостным голосом сообщила. Вале, у нас будут дорогу асфальтировать. А у нас до районного центра 12 километров. И когда дождь и снег, не проехать, не пройти. А это двухэтажное здание. Это бывший детский сад. А сейчас ФАП. Фельдшерский, акушерский пункт. Ну, хорошо в этом году сделали днем ремонт. Очень радостно. Продолжим про дорогу. Как она была насыпная, глиняная, так она и осталась. Это все в мечтах наших. А так грустно выглядят заросшие, покинутые дома. Очень много домов таких, к сожалению. Друзья, напишите, кто живет в деревне. Какие у вас деревни? Развивается или покидает молодежь деревню? Пишите, буду ждать ваши комментарии. На сегодня это все. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok